Всем добрый вечер. Первый тайм, скажем так, наверное, был с нашей стороны в этом первенстве, наверное, самый худший, наверное. То есть команда очень тяжело входила в игру, было мало движения, был слабый контроль мяча, пропустили быстрый гол практически с раздевалки, плюс такой совсем необязательный пенальти игрок свалил. Но откровенно, очень слабо сыграли первый тайм и забей химки второй пенальти еще, не знаю, как бы все это сложилось. Но в перерыве внесли коррективы, сделали ряд замен и считают, что второй тайм мы уже провели довольно-таки качественно и в плане контроля мяча, и в плане выхода из обороны в атаку. И забили хороший гол, могли еще забивать, но футбол, наверное, тем и прекрасен, что где-то могли и проиграть, где-то могли и выиграть, но в итоге сыграли в ничью. И, честно сказать, все-таки, наверное, удача была на нашей стороне, что мы эту игру спасли, скажем так, да, потому что, еще раз говорю, первый тайм был отвратительный, второй тайм по качеству был довольно-таки, скажем так, добротный. Ну, радует то, что и достаточно количества ударов по ротам произвели около 20, да, контроль мяча выиграли, но снивелировали во втором тайме. Так что, ну и самое главное, прервали вот эту серию, которую давило на ребят, чисто психологически не выиграли, но ничья считаю, что в сегодняшней игре для нас это хороший результат. Спасибо. Вопросы? Скажите, пожалуйста, зачем объясните, что в первой тайме, по-моему, играл так славно и последовательный генерал? Ну, понимаете, здесь, наверное, может быть где-то по пару позициям, это лично по составу моя ошибка. Все-таки в недельном микроцикле я был на учебе в Лошита и вживую ребят не видел, да, видео тренировок я смотрел, но видео, и когда ты находишься в тренировочном процессе, это совсем немножко другое. И здесь по пару позициям все-таки я считаю, что допустил, ну, скажем так, ошибку, да, но в итоге в прерыве исправили немножко ситуацию, исправили ситуацию и все стало на свои места, скажем так. А физическая подготовка игроков здорово? Физическая подготовка игроков по тем матчам, она не вызывает никаких сомнений, то есть мы в каждую игру, последние 4-5 игры команда пробегает в районе 115-117 километров, это очень приличный показатель. И спринты, и рывково-тормозные действия, они тоже на уровне, то есть предыдущей игры. По этой игре придет распечатка, мы будем смотреть, что, как команда выглядела физически, объективные цифры, они приходят на следующий день, здесь надо будет посмотреть, здесь надо посмотреть, но по предыдущим играм, еще раз говорю, последние 4 игры, показатели очень хорошие. А здесь по первому тайму особенно было очень слабое движение, такого азарта единоборство проигрывали достаточно, рывково-тормозных действий, физической активности не такой не было. Но во втором тайме команда все-таки двигалась, команда бежала, и это я считаю, что, наверное, какой-то в первом тайме был такой провал небольшой, но на физические кондиции я не могу свалить, потому что второй тайм люди играли и двигались, и создавали моменты, то есть здесь как бы проблем никаких я не увидел. Еще один вопрос можно? Да. Вы сказали, что команде повезло, играли они еще 1-1, а не ответ на то, что он был в штангу, в штангу попал? Обидно. Вы вообще выиграли? Могли выиграть, могли выиграть, могли проиграть, но что сделаешь, попал в штангу, да, надеялись, конечно, на положительный результат. Ну и могли и пропускать, откровенно сказать, могли и пропускать, там, тоже при счете 1-1 футбол. Почему? Вы знаете, в составе «Хима» практически на всех линиях есть такие очень известные, там, звездные футболисты, тут Шпортняги, там, Рязанцев, как-то формируя игровой рисунок, учитывали там какую-нибудь специальную опеку? Ну, естественно, естественно. Перед каждой игрой мы понимаем, что у команды есть системообразующие игроки, и мы им уделяем пристальное внимание. Здесь было у игроков задание по Портнягину, кто у нас играет, кто по Рязанцеву играет, но еще раз говорю, в первом тайме игроки не справились с этим заданием, поэтому в середине у нас был такой небольшой бардачок, скажем так. Ну, естественно, мы же проигрывали. Там, Маркин вышел при каком счете 1-1 или 1-0. Сейчас не могу так после игры сразу сказать. Ну, естественно, нам надо было отыгрываться, и так как химки сели низко во втором тайме, посадили их в оборону, практически там в первую-вторую зону их, здесь надо было свежего игрока нам. Поэтому и выпустили его, в принципе, по большому счету, чтобы переломить что-то там впереди. Хотя, еще раз говорю, моменты были. Моменты были, неплохие были, и в концовке были. Ну, естественно, это некий такой отвлекающий маневр. Когда подходит один игрок, понятно, что он будет бить, и тем более знает, как Обухов исполняет штрафные удары. Рустем у нас тоже исполняет штрафные удары. Здесь, ну, такие футбольные тонкости. Хотя мы перед установкой обговариваем, кто с каких точек бьет штрафные удары. Здесь мы понимали, что Обухов будет исполнять. Спасибо большое.